Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Брошь об Израиле и я Шуламид. И сегодня я хочу ответить на вопрос, который меня затронул до глубины души, и я обязана на него ответить. А вопрос он такой. Очень интересно узнать, пожилой контингент по квартирам сидит или есть места по интересам. Просто собраться, обсудить новости. Ну вот и поговорим о нас. Я тоже себя отношу к пожилому контингенту, и половина зрителей моего канала это пожилой контингент. Но вторая половина, которая, конечно, еще до пенсии им далеко, ну кому-то ближе, кому-то дальше, все равно вы рано или поздно будете пенсионерами. Наверняка у вас есть родители-пенсионеры, поэтому, конечно, для вас это все тоже актуально и, думаю, вам тоже будет интересно. Ну вот если вы в обычный будний день выйдете на улицу, зайдете в торговый центр, пройдетесь по ряду кафе, посмотрите, кто сидит за столиками, то вы можете обратить внимание, что в основном сидят пожилые люди, и их очень-очень много. Так что пожилой контингент у нас сидеть дома не любит. Конечно, это не одни и те же люди каждый день сидят в этом кафе, и не каждый день, может быть, пожилой человек идет в кафе, но они идут сюда позавтракать, встретиться с друзьями, поболтать с подружками. И не обязательно они будут завтрак брать, они могут взять просто чашечку кофе или чая, или даже ничего не брать, но посидеть, пообщаться они хотят. Дома они не сидят. Даже инвалиды в колясочках, вы увидите очень много их на улицах, в кафе, на скамеечках. У них есть места, где они собираются и общаются. Если они не могут выйти сами, то с ними выходят их мотоплот, их нянечки, которые вывозят их на колясочках погулять, но дома они тоже не остаются. Вот хочу вам показать, пенсионеры, в том числе на колясках, инвалиды не сидят дома. Вот на улице собрались, здесь место, где они часто собираются, просто побеседовать, пообщаться. Конечно, наш климат этому способствует. Не надо на себя одевать тонну одежды. 300 дней в году у нас солнце, большую часть года цветут деревья, цветут цветы, погода, зелень. Всё это вызывает желание выйти из дома, и, конечно, люди дома сидеть не хотят. По крайней мере, я таких даже не знаю. Чем они заняты вне дома? Ну, во-первых, есть очень много вариантов. Я сужу по своей маме, которой сегодня 94 года. Ещё до недавнего времени, до 90 лет, она ходила в бассейн. Она живёт в городе Кирятбялик, и бассейн там, по-моему, вторник и четверг, или понедельник и четверг, с утра до 12 часов, когда бассейн не так загружен, можно туда прийти пенсионеру, любому пенсионеру, по субсидированной цене. То есть вход стоит всего лишь 15 шекелей. И моя мама ходила два раза в неделю и плавала там. Ну, сейчас она плавать не может, поэтому она туда уже не ходит. Муниципалитет организует субсидированные поездки, и моя мама ездила в такие поездки. Они стоили 50 шекелей. За эти деньги их не только куда-то вывозили, и что-то интересное показывали. Например, они ездили в кибуц и смотрели, как там делают оливковое масло, как там растут, как растения, как за ними ухаживают. И ещё их угощали там обедом, и всё это за 50 шекелей. У нас в Израиле есть министерство для пенсионеров. Оно называется на иврите Мисрадле Израхватик. Это министерство, во-первых, оно присылает человеку, вышедшему на пенсию, пенсионное удостоверение, которое даёт ему множество скидок. Кроме того, туда можно по любым вопросам, связанным с вашим возрастом, обращаться. Есть телефон, по которому можно звонить. Кроме того, они часто предлагают, у них есть сайт, во-первых, и я как-то даже брошюру их получала. Они предлагают самые разные экскурсии. Но экскурсии эти уже не субсидированы, это уже не дешёвые экскурсии. Но дело в том, что многие пенсионеры у нас заработали хорошую пенсию. Конечно, я не говорю о репатриантах, я говорю о людях, которые прожили здесь много лет. Они заработали хорошую пенсию и могут себе позволить любую экскурсию. Но им нужны экскурсии, которые адаптированы к их возрасту, которые им посильны. Я, например, видела такую экскурсию для пенсионеров, именно для пенсионного возраста, по Дунаю на теплоходе. Ну, всякое там есть, конечно. Кого интересует, наверное, найдёт. Конечно, пенсионеры посещают наши многочисленные национальные парки, заповедники, вход в которые в основном стоит им только полцены. И получается очень дёшево. Я знаю, что мне в комментариях часто возражают и пишут, что нет, у нас нет возможности поехать, потому что в выходной день нету общественного транспорта. Но ведь речь идёт о пенсионерах, вам совсем не нужно ехать в выходной день. Вы можете ехать в обычный будний день, а в будний день почти всюду вы можете добраться на общественном транспорте. Многие пенсионеры, выйдя на пенсию, не просто не сидят дома и не просто развлекаются всячески, а кроме того, они участвуют в добровольческом движении, который у нас в Израиле очень развит. Добровольцев я видела где угодно. Я их видела в больницах, где они помогают кормить больных, разносят еду. Я видела их в Битуахлиуме, в Институте национального страхования, где они помогают людям заполнить бланки, помогают с переводом, например, с русского языка на иврит, помогают им перевести. У меня даже есть отдельное видео об организации Яд Сара. Это организация, основанная на пожертвования людей, в которой работают добровольцы. Они работают не за зарплату. Посмотрите это видео, я вам обязательно оставлю ссылку. Я решила пройтись по району проживания моей мамы и посмотреть, что интересного есть для неё в шаговой доступности. И я это засняла, и сейчас вы это всё увидите. Я решила пройтись по району проживания моей мамы и вот на её примере посмотреть, что вблизи от неё существует в городе Керет-Бялик. Вот в этом районе и в каждом районе, вообще-то говоря, любого города, вы найдёте районный клуб, который на иврите называется Матнас. Это сокращение. Это переводится как Мадон, Тарбут, Веспорт. То есть клуб спорта и культуры. Здесь проводятся различные мероприятия, празднуются праздники и всевозможные кружки для всех возрастов. Я зашла сюда и спросила, есть ли кружки для пенсионеров. Да, есть. Но тут не очень много кружков. Тут есть керамика, есть пилатис, то есть гимнастика, есть тут шахматы и что-то ещё. В следующем году, в сентября, возможно, будет что-то ещё. Кроме того, здесь есть субсидированные муниципалитетом экскурсии. Экскурсии стоят всего 50 шекелей в самые разные места. Меня это так заинтересовало, что я тоже хочу съездить такую экскурсию. Возможно, съезжу. Так что вот это то, что есть для пенсионеров в любом городе. Ну и, конечно, тут есть парк. Рядом я нахожусь в сквере около этого матнаса. Есть тут и парк рядом, в котором можно погулять интересный, симпатичный. Ну и покажу вам, что тут есть ещё. Как в любом парке или сквере, тут детская площадка. Навеса на дне нет, потому что она в тени огромных деревьев. И тут специальное покрытие. Если ребёнок упадёт, он не разобьётся. Посмотрите на это цветущее дерево. Называется Дилоникс. Потрясающе по красоте. И сегодня они цветут по всему Израилю. Ну вот такие и разные другие устройства для тренировок есть в наших парках и скверах. И я часто вижу пожилых людей, которые на них занимаются. К счастью, сейчас никого нет, потому что сейчас просто полдень, время такое. Видите, чего тут только нет. Вот и такое, и такое, и вот такое. Что тут ещё? И, конечно, здесь есть навес от солнца. И тут есть мягкое такое покрытие. Если человек упал, споткнулся, он не ударится. Ну и, конечно, везде полно скамеечек удобных. Вот такой вот скверик. И буквально в нескольких минутах ходьбы отсюда есть парк. Те, кто со мной давно, наверное, помнят видео о социальном жилье для репатриантов-пенсионеров. И вот это хостель, в котором они живут, в городе Кирят-Биалик. И я показывала, делала обзор квартиры. Дам вам ссылку. Те, кто не видел, можете посмотреть. Прямо рядом с этим хостелем находится клуб для пенсионеров-репатриантов. Сейчас я туда зайду и постараюсь вам показать, что происходит в этом клубе. Вот пожилые люди сидят, играют в разные игры. Тут они обедают. Субсидированные обеды. Я нахожусь в кабинете заведующим клубом для пенсионеров, заведующий также проектом, как он называется, «Кафе Британия». «Кафе Британия». И в чем он заключается в двух словах, этот проект? Наш клуб называется «Клуб Бренер». Клуб муниципалитета Ирии Кириат-Биалико. Относимся мы к социальной службе муниципалитета Кириат-Биалико. И в клубе существуют два проекта. Работают два проекта. Это проект «Первый кафе Британия», который относится к социальной службе муниципалитета. И второй проект – это проект «Муфет», который относится к Ашеку. Есть такая амута Ашек. И вот этот проект… Организация. Организация. И этот проект относится к этой организации Ашек. Хочу сразу сказать моим зрителям, что я зашла сюда фактически из-за того, что искала для моей мамы какой-то кружок. И вот тут мне дали целый список кружков, которые для пенсионеров, но для таких, которые имеют метоплод. Метоплод – это женщины или мужчины, которые ухаживают за пожилыми людьми. И вот те люди, которые имеют таких метоплод, которые имеют право на такую вот помощь, они участвуют в таком вот проекте. И здесь есть для них специальные кружки. И есть даже ужины. Как я понимаю, это всё субсидировано. И платить надо всего 20 шекелей в месяц. Это для Ницулейшуа. А, ну да, да. Уже от Холокост. Ну, моя мама Ницулатшуа. Людей, которые родились после войны, оплата 60 шекелей в месяц, включая все кружки. Очень много кружков. Кружки у нас и утром, и вечером. Да, это гимнастика, йога, лекции. Очень много. По иудаизму есть цигун, ходьба, рисование, иврит. И включая три раза в неделю мясные ужины, которые нам привозят из кухни, из столовой завода, военного завода «Рафаэль». Понятно. Который находится недалеко отсюда. Здорово. Здорово, конечно. Ну, и есть здесь ещё один проект. Мы уже не побежим туда сейчас. Ещё один проект уже для тех, кто не получает в помощь метапеллета. Более самостоятельные люди, которые не нуждаются в какой-то такой физической помощи, они самостоятельно сюда приходят. И для них тут тоже есть какие-то обеды, да? Да, у них три раза в неделю они приходят, получают здесь завтрак, обед. И между завтраком и обедом у них есть различные кружки. То есть не сидят дома? Потому что мне задали вопрос, вообще-то говоря, сидят ли люди у вас дома в пожилом возрасте. Ну вот, видите, не сидят. Наши люди здесь занимаются и гимнастикой, и танцами, и всякими... Есть очень много лекций, или они рисуют. Учат английский, учат иврит. Просто, я не знаю, каждый день есть несколько кружков, и они заняты. Можно ходить во все кружки, можно ходить в один кружок. Да, в день они отдыхают дома, действительно, можно выбрать кружки по интересам, можно ходить абсолютно на все кружки. Спасибо вам огромное. Ну вот и все, мои дорогие. Я думаю, что я наверняка многое забыла. Рассказала вам то, что я помню. Так что кто-то хочет что-то добавить, напишите здесь в комментариях. На этом я заканчиваю. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых, надеюсь, очень скорых встреч. До новых встреч.